Ну вот я постарался сделать таким образом, что задержание моего доклада было в известной мере провокационным, потому что вопросы, которые там есть, которыми я могу с вами делиться своими размышлениями, очень часто либо обязательно, либо на них есть несколько правильных ответов, надеемся не прослучаться. Но поскольку я не очень знаком прогрессивным другом Гибели, вот небольшая справа, еще во мне, я живу в городе Костроме, моя жизнь связана с образованием, я работаю в Костромском госуниверситете имени Грасса, я химик по образованию, это область моих научных интересов, ну и как видите, здесь примыкаем еще вопросы, связанные с информационной технологией и регионального развития. В Википедии я занимаюсь главным образом химией, историей и науки, астрома персонала. Ну вот, теперь можно начинать, он задержан. Ну, во-первых, причина была на самом деле. Ну я думаю, что поговорка всем известна и знали, наберут на то, что на зеркало пенять, полярожная крива, да, и, соответственно, кривое зеркало, это плохое зеркало, которое дает образ, изображение, но изображение, скажу, неправильно. Так это в современных формах. Ну вот, маленькое предусловие. Понятно, что Википедия, как уникальное социальное явление, не могло не накопиться, не может накопиться вне непосредственной связи с другим глобальным явлением, которое называется образованием. Ну, прежде всего, посмотрите, пожалуйста, структуру моего выступления. Я попробую вначале остановиться на каких-то вот таких принципиального рода моментах. Я сразу спрошу у ваших операций, я не слишком прыгну здесь. Нормально, почему? Значит, о меняющемся образовании в меняющейся мире, Вики, как образовательная технология, обратите внимание, это это знаковый вопрос образовательный ресурс, ну и, наконец, поделюсь немножко собственным опытом, каким образом мы с моими студентами и моими коллегами-преподавателями пытаемся сочетать вот это немножко несовместимое образование в Википедии. Давайте посмотрим. Меняется ли модель образования в современном мире? Ну, конечно, меняется. Вот этот девиз, слоган, как теперь вы сказали, «Танадема, мобили с мобили, подвижных, подвижных», безусловно относится как к Википедии, но и безусловно относится к образованию как к другому. Я не хотел бы вас упомянуть ссылками на, что есть образование, интуитивно каждый из нас понимает, все выучились, все выучили, поскольку занимаются в Википедии, это лучше просвещение. Слава Богу, в России все умеют учить, лечить и управлять государством, так что особо здесь ничего комментировать не надо. Вот эта цитата немножко искаженная, сокращенная, цитата из закона об образовании. Но нас с вами интересует и другая часть образования, которая наиболее близка нам. Понимаем то, что образование – это процесс формирования личности, с одной стороны, а с другой стороны, образование – это всегда межпоколенческий процесс передачи знаний. Занимаясь Википедии, мы фактически с вами делимся теми знаниями, которые есть у нас старшими коллегами, владшими коллегами прежде всего, может, и поколением останется, другим кто. Два потока образовательного процесса есть всегда. Попробуйте проанализировать свою образовательную географию, вы легко в этом вспомните. С одной стороны, это процесс работы учащегося, то есть его работа с учебными фасонами, с лекциями, с другими учебными материалами, но что очень важно, и с другой, гораздо более организованный процесс, мощный отраспорт процесс, это работа преподавателя в понимании, в направлении ученика прежде всего. И вот обратите внимание, что Меджиихов позволил себе выявить, вот это как раз и есть активная часть образования, взаимодействие учителя-ученика, преподавателя-студента, поскольку требует намеренного усилия со стороны как ученика, так и учителя. Они сопротивляются, а мы все равно пытаемся это делать. Ну вот, классическая модель образования 1.0 со времен Геана Руссакоменского почти 500 лет, она успешно работает во всем мире, взаимодействие класса, примерно равных по своему возрасту учеников, и специально подготовленного человека, образованного за счет государства, научи-учи. Вот это прямое образование, велико, удобно кому. Это та самая центральная фигура в этом процессе. Ну и вот обратите внимание, что мы вот эти пострелочки, все эти процессы нам позволяют как раз говорить о том, каким образом песни и знания попадают в головы наших учеников. Этих любопытных и симпатичных реакций. Возникает резонный вопрос. За последние 30 лет особенность развития информационной технологии меняется в облик практически всех образований. Общественного института всех общественных для экономики и промышленности затрагивает ли развитие интернета и особенно социальных технологий систему образования. Ну давайте сразу же. Отвертый чирик не может быть затрагивать, да? Но образование такая махина, у нее настолько высока инновационность, что сберут на самом деле это очень непросто. Обратите внимание, по большому счету, вот потом пример еще один, мы учимся не ученикам, а они учатся у нас, не сильно отличаясь от того, что было, ну скажем так, 200 лет назад или в момент формирования классического университета в России в начале 12-го года. Поэтому, моем мнении, вот это, кстати, вопрос, который вы можете как раз и спорить, или это не по-другому, принципиальным образом характер информационных потоков не меняется. Они по-прежнему попадают в ученику, прежде всего при посредничестве учителя. Да, меняется интенсивность, меняются источники, но принципиально ничего не происходит. Принципиально революционного блана, как говорился Владимир Вячеслав. Ну вот, пожалуйста, пример, который взят из диалога двух американских профессоров. Один другого поменял, коллега, ну как же так? Какой рек на дворе? А мы по-прежнему используем технологии, как после Буденберга, то есть после изобретения Вячеслава. А второй отвечает, коллега, побойтесь Богу, давайте подумаем, мы сначала думки пишем конспекты, готовимся к лекциям, потом на лекции вручную переносим Анатосу, а наши общие не перенесуты себе в конспекты. Ну, конечно, долгутым методом, однозначно. И резонный вопрос. Если мы так делаем уже несколько хорошо столетий, зачем что-то менять? А ответ, скорее всего, другого. Мир меняется, и мы вынуждены меняться вместе с ним. Ну вот, я думал, что я щуроку из этой конференции приготовил картиночку из Википедии, а что, я уж... из компьютера 97-го года, уже прошло 15 лет. Это как раз ответ на вопрос, меняется ли что-то в нашей школах, когда с появлением компьютеров, ну, Мария Ванна-Иголочка с дневником, да, и та же самая Мария Ванна, и с монитором. Теперь мы уже куда-то, наверное, не знаю, что там было, это флешки, что там было, рукафель, планшет, и Мария Ванна смотрела, наверное, из плоского какого-то монитора. Но суть не меняется. Это в 10 лет. А? 10 лет. Да, там еще в 10 лет, это в 97-м год. Это в 97-м год, еще раз. Но с другой стороны, мир-то меняется, и знание попадает в нашим ученикам совершенно теперь не минуле частных учителей, и даже иногда вопреки учителям наших родителей. То есть помимо традиционного способа попадания в посредство обученного человека, доброго, подготовленного, морального, стоящего в высоте у нас попадает саморазвая информация из социальных сетей. И, как мы с вами понимаем, с вами та информация, которую мы не очень хотели бы, чтобы она попадала в нашим подростанчим поколям. Это информация. Это детская параметра, это экстремистская информация, это все, что либо попадает в протесты прямо в Головного кодекса, напрямую, но с этим борются у нас правоохранительные органы, либо информация, которая, лягко говоря, просто пока равновременно не давала, чтобы она попадала в деньги. Возникает новая философия образования. Глобно говорить о ней как об образовании 2.0. Вот пять лет назад для этого была даже целая конференция, которую проводил Google здесь, в Москве. И суть ее в том, что развитие социальных сетей, особенно технологии Web 2.0, принципиально меняет характер взаимодействия информационного. То есть процесс образования перестает быть замкнута только на одного человека, на училище. Возникают социальные группы, отмены информацией. Кто хоть раз попадал сейчас в современную вузы, прекрасно знает, что основной информационный обмен между нашими студентами идет через Facebook и ВКонтакте. Чаще всего, кстати, закрыто для преподавателей группы. Тоже очень мало нас.